Первое столкновение водитель Тойоты Приус совершил в районе улицы Некрасова. Не пропустил легковушку, хотя у той было преимущество. Задел ее, но не остановился. Затем выехал на трассу и направился в сторону Барнаула. Не прошло и часа, как в районе Евсина снова произошла авария. На этот раз более серьезная. Во время аварии из Лексуса выбросила одну из женщин. Но и это не все. Дальше автомобиль совершает еще одно столкновение с Хондой Цивик. После этого Приус уже не может ехать. Его автомобиль получил сильные повреждения. Уехать он не смог. Он вышел из автомобиля и скрылся в сторону лесополосы. Он к нам пришел сам на пятый день. Мы искали и никак не могли найти. И мы уже поняли, что человек это совершил с целью скрыть состояние алкогольного опьянения. Как выяснилось, мужчина был даже не на своей машине. Первый побег он объяснил тем, что ему якобы угрожали. А второй тем, что испугался. Больше других в этой аварии пострадали водители-пассажир Лексуса. Удар был такой силы, что переднее колесо вырвало вместе со стойкой. Обе женщины из Барнаула. Когда машина остановилась, она дымилась. Я попробовала выключить замок зажигания, но он заклинил. Я отстегнула ремень, повернула голову и поняла, что нет пассажира. Я выскочила из машины, и меня пронзила дикая боль. И поняла, что левая нога сломана. Я поползла искать Лену, кричала ей, чтобы она откликнулась. Я не знала, что мне делать. То ли тушить машину, или искать Лену. Несмотря на то, что были пристегнуты, я вылетела из автомобиля. В то время, как он переворачивался. Каким-то чудом осталась жива, и автомобиль меня не раздавил. Как я уже сказала, я очнулась. Под ним он просто был сверху надо мной. Как потом выяснилось, и как говорили очевидцы, все тут, кто прибежали к нам на помощь, во-первых, сказали, что летел виновник просто с какой-то сумасшедшей скоростью. Но ребята там говорили, что километров 150. Ребята, которые нам помогали, сказали, что водитель был пьян. Они ему оказали помощь, помогли тушить машину. Пока повернулись, он уже побежал. Его пытались догнать на человек пять или шесть. Но были сумерки, и он скрылся. Там лесочек, то есть его уже было не видно. Обе женщины до сих пор находятся на больничном. То, что они остались живы, даже инспекторы называют удачей. Столкновение было достаточно серьезным. У автомобиля «Лексус» было вырвано колесо. От удара он несколько раз переворачивался. На самом деле травмы могли быть намного серьезнее. Не то чтобы чудо, но это очень большая удача. Прошел суд, и виновник аварий лишили права управления автомобилем на год. Однако данная мера показалась ему несправедливой, и он подал на апелляцию. Пока жалоба рассматривается, мужчина имеет право управлять автомобилем. Что он и делает, продолжая работать водителем. При этом на заседании суда, в которых он сам был заинтересован, не являлся. Говоря о том, что болен и лежит в больнице. Даже справку с диагнозом предоставил. На самом деле он на больничном не находился, а осуществлял трудовую деятельность, так как он работает водителем в государственной организации. У нас есть, получается, копия путевого журнала, где он каждый день проходил медика. И мы пытаемся как-то это до суда донести, что человек заведомо вводил в суд заблуждение. Два заседания суда не состоялись, потому что истец не пришел. Следующее запланировано на 26 декабря. Сотрудники ГИБДД подали в суд ходатайство на имя Татьяны Савенковой. Она в данный момент исполняет обязанности председателя районного суда. В документы инспекторы просят учесть и рассмотреть все аспекты данного дела как можно быстрее.